всем привет вы находитесь на канале дмитрий шеф канал об инвестициях финансовых и фондовом рынке то видео которое снимал сегодня с утра с моим прогнозом полностью реализовывается индекс мвб у нас растет индекс ртс растет наш фондовый рынок растет и я очередной раз получил сегодня прибыль на интернете закрыл сделку по сбербанку закрыл сделку по газпрому на чем и заработал об этом я также писал в своем телеграм-канале сегодня зафиксировал и также спрашивал кто заработал из наших ребят вот я пишу свои сделки то скажем режиме онлайн когда покупаю и когда продаю и соответственно мои подписчики об этом знают она и покажу вам так скажем но отзывы не отзывы а на вопрос ответ то скажем кто заработал подписчики отвечают и множество из них также которые прислушались к моему мнению то скажем смогли заработать все в режиме онлайн это не какие-либо скрины как обычно вам многие показывают да вот ребята зарабатывают я очень рад за них это не как многие показывают там отдельные скринчики до экрана вот хвалебный отзыв вот отзыв до нарисованы все в режиме онлайн показываю я с утра сегодня что говорил во первых мне меня возмущают такие специалисты гуру рынка которые шортят сейчас в это время то скажем и преддверие этого времени ртс давайте с вами обратим внимание на ртс на фьючерс индекс ртс что собственно я по поводу ртс писал своем telegram канале я писал вот в этом моменте что здесь шортовая позиция и а полностью эта позиция реализовалась вот с таким вот то скажем моментом понижения далее я писал что больше здесь ртс шортить нельзя почему но даже немножко размыслив даже если вы не профессионал сопоставив те факты которые свидетельствовали бы от об отскоке то скажем нашего фондового рынка из хотя из этой информации можно было сделать заключение что шортить даже фундаментально индекс ртс здесь фьючерс индекс ртс здесь просто-напросто нельзя во первых у нас дивиденды как я уже говорил будут поступать с этой неделе который будет вливаться в рынок это огромнейшие суммы что собственно поддержит и сбербанк и газпром а ну а во вторых это налоговый период который давит на доллар то есть мы видим как доллар то скажем снижается по отношению к рублю соответственно из этих двух простых факторов можно было сделать простое умозаключение шортить в этот период индекс ртс нельзя во-первых будут вливаться денежные средства в рынок от дивидендов мвб будет расти а налоговый период и дп и будет сдерживать рост доллара исходя из этого фьючерс на индекс ртс конечно же будет расти вслед за мвб так как доллар находится под давлением вот собственно и простая логика и мы видим к чему она приводит к тому что ртс фьючерс на индекс ртс у нас благополучно отрастает но и те кто находился в шортах или кто шортил здесь сейчас но не самым лучшим образом себя чувствует давайте посмотрим с вами на индекс мвб и увиделим увидим с вами как произошел вы нас на том потоке денег средств от дивидендов то есть мы пробили сопротивление 2080 и ускорились ростом вверх буквально сегодня с утра в утрешнем видимо видео мы с вами обсуждали что следующая цель будет район 2200 да там еще есть основка на 2100 но которую мы практически уже пролетели и что мы с вами можем здесь сказать да действительно не весь поток еще денеж средств от дивидендов поступил на счета сегодня они будут поступать постепенно поэтому в ближайшее время возможен дальнейший подъем но те цели которые я писал своем telegram канале ставил перед собой я конечно же сегодня раньше этих целей зафиксировался намного да но я писал что по сбербанку нам бы доскочить до уровня 125 вот до этой цели ну и что собственно мы с вами наблюдаем 125 выполнено хотя я далеко этой цели не дождался но я прогнозировал именно эту цель а что у нас по газпрому по газпрому мы также видим что благополучно газпром акции госпома растут и те кто ждал 120 100 в текущее время до на ту информацию которую я прогнозировал которую я подавал но сейчас тоже все это скажем потеряли данном ожидании вот и не находятся в позиции на я говорю что будут отыгрывать гэп вот этот дивидендный рано или поздно но и соответственно те где средства которые будут поступать от дивидендов будут покупать в том числе и газпром что собственно мы сейчас с вами наблюдаем также я указывал и своем телеграме ребятам что 165 у нас является уровень сопротивления поддержки которые мы не пробиваем также сегодня в режиме онлайн в телеграме писал и мы благополучно от него отбились и ушли вверх техника работает сто процентов то есть те уровни которые являются уровне поддержки уровне сопротивления я об этих уровнях также пишу свой телеграм-канал обучающие ролики чтобы подписчики ориентировались и принимали решение самостоятельно на основании той информации которые я подаю давайте теперь обратим внимание внимание с вами на американский рынок я говорю по американскому рынку что америка будет у нас также благополучно отскакивать какие причины этому я называл две причины во первых к собранию фрс заседание фрс рынок у нас всегда американский выносят вверх вторая причина уже обсуждается тот момент что на в собрании фрс ввиду того что 10 по моему ноября будут выборы в конгресс будут сделать а будут делать какие-то поставки послабления в части при остановке повышения процентной ставки то есть сдерживание монетарной политики и дадут то скажем некий льготный льготный период так называемых каникулы для возможного даже вливания временного в экономику делишь фрест и конечно же на ожидании этого американский рынок я говорю что будет отскакивать цели по которому находится но вот в этом районе как минимум ну а как максимум придем на тест вот этой вершины конечно же это позитивный момент и для нашего рынка с этой же стороны потому что развита есть рост отскок развитых рынков развитых стран он также будет косвенно влиять и на наш российский рынок то здесь складываются все факторы свидетельствующие о том что локально наш рынок должен откатывать что собственно мы с вами сейчас и наблюдаем если мы посмотрим на валютный рынок то здесь также все идет в части прогнозной линии той это уход в боковик 58 61 после теста 65 и мы как раз таки с вами сейчас и наблюдаем что заход в этот боковик произошел и с дальнейшим отскоком вверх у нас заканчивается скоро налоговый период и соответственно на окончании налогового периода давление на доллар у нас прекратится что сама под собой подразумевает опять укрепление доллара дальнейшая по отношению к рублю ребят вот такие вот итоги то есть та информация которая подается на этом канале очередной раз доказывает что аналитика здесь верная прогнозная линия здесь в основе своей очень часто является реализованной является верной но а под кого на кого подписываться и кого смотреть решение конечно же за вами подписывайтесь обязательно на youtube канал на яндекс н обязательно подписываться на телеграм-канал если хотите следить за моими действиями за моей то скажем информации за подачей информации за моими мыслями по рынку в течение дня находиться нашим закрытом чате но а с вами был дмитрий шеф всем пока пока